Ситуация такая тяжелая. Ситуация то, что везут раненых пачками, везут убитых пачками. Напряженная ситуация в Курской народной республике бывшей России. Все гражданские больницы завалены российскими мальчиками. Но есть решение. Чтобы все остановить, нужно просто вывести российские оккупационные войска с исконно украинских земель. Все машины КАМАЗа заполнены трупами, заполнены трехсотами бесконечностей, без всего. Это просто ужас. Когда машина подъезжает и с нее просто течет кровь, выливается. Ну, вид такой себе. Но это война, это наша правда. Это здесь и сейчас происходит. И война уже здесь. Не где-то там, недалеко она здесь. Если они дошли сюда, в Курскую область, прошли, прорвались, то значит они могут дойти и дальше. То, что летят хаймерсы и попадают на колонны, разбивают. Люди просто пачками лежат. Они просто сгоревшие. Они просто сгоревшие лежат. Там забирать практически нечего. Вывозят трупы, вывозят раненых, вывозят все. Все, что можно схватить, более-менее живое, все вывозят. Вывозят в ближайшие, где уже распределяют дальше по госпиталям. В общем, ситуация очень печальная, чрезвычайная. Я сама из этой области, из Курской области, я сама с приграничей, я вижу это уже. Это серьезно, это не шутки. Если вы не верите, если вы думаете, что это где-то там, что это какая-то... В новостях же все хорошо, да, действительно, по официальным все хорошо, по Первому каналу. Все идет по плану. По плану. По плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот по графику. Все идет по плану. Как ты думаешь, отключение Ютуба связано, например, с попаданием тобой в плен? Ну, возможно, да, со всей этой историей, в принципе, с Курской областью. Да не область, не говори, Курская народная республика. Курская народная республика, когда это все появилось. Возможно, да, из-за этого. А почему? Ну, если так подумать, мы, как срочники, не должны участвовать в боевых действиях. Ну, да. Мы по документам, наверное, должны находиться в части, служить. Вот. Но мы находились на территории Российской Федерации, не за территорией. Ты Российской Федерации с большой буквы сказал? Да. Или с маленькой? Большой. Точно? Да. Ну, в Ютубе есть такой, как я, которому насрать вообще на твоего царя Путина, ну, вообще тупо с большой горд. Ты же так не можешь сказать? Или можешь? Ну, с вот этой всей обстановкой в стране нет. А что с тобой будет? Могут поймать. Да не могут, а поймают. Ну, поймают, да, поймают, посадят, там, еще что-нибудь сделать, не знаю. Поэтому, ты же не можешь, Герасимова знаешь? Нет. А министр обороны у вас кто? Белоусов. Белоусов. Ты же можешь его нахер послать или нет? Нет. Да, уже можешь, потому что ты уже в украинской тюрьме находишься. Да, смотри, ты теперь понял, нахрена его закрыли? Да, понял. Есть в этом логика? Я не знаю, я как бы не царь. Да, есть в этом логика, да. Потому что это интервью выйдет завтра. И его будут смотреть. Его посмотрят очень много людей. А получается, царь говорит, что срочников на войне нет и в плену их тоже быть не может. А получается, что есть. Да. Понятно. Получается, школу ты закончил когда? В 22-м году. В 22-м году. И когда тебя призвали, получается? Да, призвали меня 1 декабря. 23-го года. 1 декабря 23-го года. Хотел идти в армию? Нет. Чего пошел? Ну, не было выбора. Сколько у вас мотострелков-то было? С моего города было 18 человек. Приехали вы, чтобы было дальше? Ну, приехали на КНБ, все нас разместили, мы проходили КНБ. Обычно там нас обучали, строевая подготовка. Да. Один раз уводили на стрельбы. Сколько раз пострелял? Один раз пострелял, выстрелил. Два патрона. Два патрона? Да. И потом больше ты не стрелял? Нет. Больше я не стрелял. И в плен ты попал на границу? Да. Не, ну, чувак, я так не могу. У меня есть еще соцсети, я должен это записать. Два патрона это... Вы не спрашивали, что так много? Нет, не спрашивали. Нам сказали, типа, вот это все, что есть. А всем хватило по два патрона? Да. Ну, нет, кому-то повезло, кому-то три дали, кому-то там четыре. И все вроде. Ну, мне два. Кому-то повезло. Да. Сравнить подготовку с теми людьми, кто вас взял в плен. Я не знаю, как его взяли в плен, но я просто вынужден. Можно? Да. Не, ну, твоя подготовка и наши бойцы. Ну, конечно, ваши бойцы подготовлены намного, чем я. В разы. Я, в принципе, даже не знаю, как действовать. Как ходить, как бежать, как прятаться. А наши? Ваши подготовлены полностью в этом плане. Когда вас отправили в Курскую народную республику? После двух месяцев службы в части, получается, у нас суммарно было три месяца. Ну, получается, где-то в марте? Да. Где-то в марте нас отправили, начали отправлять партиями и распределять по всей Курской области. Нет, ну, не только всех, конечно, в Курскую область, кого-то в Белгородскую область, кого-то в Курскую область. В Белгородской народной республике тоже есть срочники. Что мать говорила? Мать не знала. Что, ты поехал? Да. А что ты ей не говорил? Потом уже, когда я туда приехал, уже сказал. А она что? Ну, сказала, надеюсь, что все будет хорошо. Что вы делали в Курской народной республике, получается, апрель, май, июнь, июль? Четыре месяца. Мы строили блиндажи, строили окопы копали. Много у вас там вообще было народу? Ну, на позициях примерно человек по 20 срочников было, не больше. Ну, взвод, грубо говоря. В взвод, понятно. Расскажи мне шестое число. Ты был на позиции. Да, я... Блин, шестого ты попал. Да. Шестого числа, это уже пошли наши в атаку? Вы уже знали что-то или нет? Нет, никто не знал. Ну, мы лично не знали. Не знаю, знало ли командование, но мы не знали. Как это было? Вот шестого числа утром? Шестое число, получается, четыре утра. Был прилет по опорнику нашему. Вот, все проснулись, всем сказали одеть бронезащиту. Двухсотые были? Не знаю, вроде нет. Трехсотые? Трехсотые, да, были. Двое человек. Срочника? Нет, один мобилизован, другой контрактной службы. Что с ними сделали? Элакуировали. Сколько у вас осталось на опорнике? У нас оставалось 23 человека, получается. Двоих увезли. Двадцать один. Офицеры были? Офицеров нет, не было. Офицеры, вообще, в принципе, напольники были. Но я их не видел уже на тот момент. Давай, шестое число продолжаем. Был прилет четыре утра? Да, все. Что вы... Ну, все, нам сказали экипироваться и идти в укрытие. Все, мы сидели в укрытие. Пока всех там... Ну, вот, эвакуировали вот этих двух человек там. Вот, потом нам уже по двери... Примерно часам к пяти, наверное, да, вечера уже дали команду к бою. Это нам нужно было встать. Это целый день все летало, стреляло? Да, 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 целый день все стреляло, летало. И вот тогда мы распределились по боевым ячейкам, так сказать. И все, и сидели ждали. Сколько у вас БК было? По три рожка. И опыта стрельбы у тебя было два патрона? Да. Ты понимал, что надо делать? Ну, следить, просто следить. Ну, вот он говорит, команда к бою. Что вы, у вас 21 человек, вы все разбежались, да? Да. По ячейкам, и все, и стояли, следили. И что дальше было? Стояли, следили, я стоял. Проходит время. Час, второй. Примерно два с половиной часа, наверное, где-то. Шопли снилось. Ну, тишина. То, что, как бы, взрывы, да, слышно, но далековато, как бы, от нас. Вот. Я думаю, ну, то, что ни команд, никаких, ничего нету. Никто там, вроде, не разговаривает, ничего. Думаю, что-то не так. Я думаю, пойду-ка я, выйду там просто ячейки, плюс-минус, там, метров по 15, друг от дружки по 20, вот так вот. Я думаю, схожу-ка до товарища, может, он что-то знает. Иду, никого нет, ни в одной ячейке. И что, прошел ты по всей позиции? Прошел по всей, да, полностью позиции, заглянул в каждый блиндаж, ни одной жилой души не было. А где они все делись? Вот я до сих пор не знаю, где они все. Ну, хорошо, окей. В общем, полвосьмого вечера ты чилишь в блиндаже в телеге, смотришь новости. Не, новости не смотрел. А что там как раз? Я написал, все, и положил телефон, и сидел, ждал, что кто-то мне позвонит или ответит, чтобы понять, что делать дальше вообще. Ну, там я все уже не успел, слышал шаги, фонарики, то, что сразу думаю. Ну, подумал, что наши вы сначала, во-первых. Потому что я не думал то, что зайдут к нам. Ну, пока это я видел. Ну, надежда, что была, что своих не бросаем? Ну, я просто не знаю, что делать. Понятно, и что происходит дальше? Ну, и все, и я кричу им, типа, кто, кто, ну, кто это молчат? Я говорю, это, я говорю, свои молчок, это выходи с поднятыми руками. Ну, все, я автомат отложил, все, отложил, вышел, все, вот, смотрю, синие полоски, флаг украинский. Все, уже понял то, что, ну, я сначала, на тот момент я подумал, что все. Убьют? Да. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.